В преддверии Нового года казалось самым логичным и интересным поговорить со Снегурочкой. Как она все те 30 лет, что лично я с ней знакома, мудряется выглядеть хорошо, меняет ли костюмы, чтобы соответствовать моде. Ну, пришла девушка не в костюме, а в костюме. И рассказала нам, что оказывается, быть Снегурочкой или не быть Снегурочкой, это про поиск правды, это про искренность и это про честность самой собой. Это программа «Честное слово» и я Маруся Загорска. В гостях у меня сегодня Ольга Суховеева, певица, актриса и человек с запросом на правду. Слушай, кто ты по дизайну? Это же нереально. Проектор с профилем 1.3. Вот давай я тебя там продюсирую. Ты идешь сейчас вот в Виагру, мы тебе тут закачаем губы, сделаем там тебе все. Нормально, зато будем бабло рубить с тобой. Ребята мне не поддержали, сказали, что, блин, не надо. Вот это вот где-нибудь в другом месте. Твои песни достаточно хороши. И так говорили мне ближайшие люди, музыканты. Меня колбасило настолько, что на полгода просто сняла квартиру, уехала и сказала, все, мы разводимся. Как с вами сложно. Когда посчитала нас с ним вместе, то есть составила наши вот эти вот карты две, я поняла, что надо попробовать еще. И я наконец-то научилась говорить нет. Оль, здравствуйте. Привет. Ждали вас в наряде Снегурочки, но вы сегодня в наряде просто красивой девушки. Карьера Снегурочки закончена. Почему? Не важно, кто ты. Снегурочка, Дед Порос, фея или Вестник Нового Года, елочка. Очень важно кайфовать. Так вот, в тот период, когда я кайфовала от этого процесса, я была Снегурочкой. Сейчас я кайфую немножечко от других процессов, поэтому сегодня я в костюме феи. А есть какая-то мода на персонажей? Сейчас все меняется очень быстро, поступают телефонные звонки, а можно мне эту фею, а можно мне такого героя. Мы не успеваем. И в этой гонке, конечно же, я решила, что я буду как-то очень избирательно выбирать тех персонажей, которые, на мой взгляд, самые позитивные, глубокие, интересные. Ну вот кого вы выбрали в этом году? В этом году мы сшили потрясающую сказку «Щелкунчик». Это «Щелкунчик», это «Красиный король», это фея Драже, фея сладкого королевства. И моя правая рука, Катюша, которая работает у меня менеджером, директором, она в детстве стояла на пуантах. В этом году она все это вспомнила, встала на пуанты, и мы сделали очень красивый танец балерины. Слушайте, ну вот у современных детей такие завышенные требования, по моему ощущению, было когда-нибудь такое, что вы почувствовали, блин, это про вау? Ну, ежедневно. Ты уже не знаешь, чем удивить, и ты понимаешь, что сейчас там мама звонит и говорит, нам 6 лет, нам аниматоры не нужны, придумайте что-нибудь модненькое. И то есть вот здесь, когда придумают что-то модненькое, конечно, мозг ломается. Разочарования, которые так болезненные, я переживаю, когда мама стоит и говорит, ну не понравилось ребенку, не понравилось. Мне, конечно, было, это путь, это опыт. Образ актера в костюме Деда Мороза, который хорошенечко выпил в каждом доме, он приходит там в последний дом и уже буквально не может не то что стоять, а даже сидеть, ну как бы он закрепился. И поэтому, как вы контролируете своих Дедушек Морозов? У нас даже за запах я не рассчитываю ребят. Если услышали запах, то есть я рассчитываю ребят только после того, когда мне пришла обратная связь, мне сказали о том, что все было идеально, тогда мы производим расчет. Расскажите, как корректно Дедушке Морозу отказать веселому дедушке или папе, который очень сильно хочет с ним разделить радость от праздника? Мы говорим о том, что, пожалуйста, не предлагайте нашим волшебникам алкогольные напитки, мы не едим и не пьем при детях особенно, ну как бы зачем там любую даже водичку попить, это все-таки должна сохраняться история сказки, история волшебства. Я болезненно всегда отношусь к ребятам, которые приходят подработать и говорят, не приходят на репетиции, плохо работают, но они вот просто одевают этот костюм и стоят, и улыбаются. Они же пришли на работу, они вроде одели этот костюм, но они ничего не делают. Я считаю, что все-таки быть артистом, это должно быть призвание. Подработать человеку, который далек от этого, не нужно. То есть, если раньше у меня были какие-то, ну, например, там 25 праздников, и ты не успеваешь отсмотреть каждого, и там какой-то случился форс-мажор, тебе нужно кого-то где-то поставить, ты ищешь через студентов, и потом ты просто понимаешь, что лучше отказаться. Лучше отказаться от заказа, нежели чем отправить там человека, который принесет тебе 500 рублей, и не очень хорошие отзывы. Ну, знаете, в принципе, в любой сфере же нужно выращивать кадры. У нас есть какая-то такая кузница, чтобы вы были спокойны, вот наш институт, например, культуры там? К сожалению, нет. Ну, вот даже если посмотреть на школу, которую прошла я, это прекрасная школа, актерская, да, но она очень разнится с тем, что сейчас, например, нужно в сфере ивент-индустрии. Я не знаю, как сейчас ребята, какие выходят, но те ребята, которые приходят ко мне, мы их учим заново всему. У нас интерактивные спектакли. Спектакли построены на общение, вовлечении детей в процесс. И не всегда вот эта вот грань актера, выйти в народ сложновато, но у них получается. Главное репетиции. Слушайте, у нас вот эта сфера, она достаточно заполнена. Как вы вообще побеждаете конкурентов? Я с ними не воюю, чтобы их побеждать. Я искренне считаю, что когда есть вкусный продукт, к нему придут. У нас, кроме моей соцсети маленькой, и меня никогда рекламы не было. И нам всегда хватало заказов. Они знают, что я делаю больше, чем мне платят. Всегда. Вот это же большая проблема. Вот это мешает сделать какое-то крафтовое дело большим бизнесом, именно такое отношение, насколько я понимаю. То есть, когда ты начинаешь, ну так, закрывать, назовем это, закрывать глаза на детали, ну тут не очень как бы идеально. Тут не очень. Это можно как-то масштабировать, делать что-то гигантское. Вот как-то не было стремления себе сказать в поле, ну нормально, зато будем бабло рубить с тобой. Сегодня я прихожу мужу и говорю, все, Жень, закрываемся. Точно, точно. Как будем это делать? Я говорю, ну давай, сначала выставим на продажу все, я, значит, вот это сейчас продам, и там куплю себе студию, мы будем с ребятами писать. Потом прихожу на репетицию, смотрю на ребят, смотрю на все эти костюмы и понимаю, не могу, вот прям до слез все это люблю, все это очень важно. И как-то думаешь, ну это же можно вот все по-другому. В общем, я три года ищу помещение. Я хочу создать культурное свое пространство, где мы будем не только показывать наши спектакли, где мы будем не только проводить праздники и дни рождения, а где я смогу передавать новому поколению свои знания, навыки. Возможно, делать какие-то женские круги, чтобы мы там пели совместно. Меня вот в эту сторону тяготит, и я понимаю, что если и масштабироваться, то вот так. По-другому не хочу. Ну вот я знаю, что вы уже там с женщинами-то поете, с непоющими женщинами. Селебрити, бизнесмены и известные люди Барнаула поют и поют. Я считаю, что вообще все, что дается мне, песни, стихи, музыка, это не мое. Это для людей. Я в этом убеждена, что это как... Я как просто проводник. Хотелось посмотреть на это все со стороны. И это как-то родилось само по себе. Потом появилась идея полностью сделать сборный концерт, где наши разные люди, не только там певцы и музыканты, споют мои песни. Я предложила, получила отклик, у всех все это откликнулось, и был создан первый проект «Мысли». Ну это интересно, но это, блин, такая ответственность. То есть вы же понимаете, что если это непрофессиональный музыкант, он может эту песню спеть так, что потом... Ой-ой-ой-ой-ой. Люди там споют песню так, как они ее чувствуют. А чувствуют песню сердцем, душой. Иногда можно просто проговорить песню, но она прошибет так просто. И мы же, конечно, ищем. Когда мы репетируем с человеком, мы не просто ему его там дали песню и отпустили в свободное плавание. Мы ищем, мы ищем звучание, мы видоизменяем эту песню. Мы стараемся как-то так, чтобы этот человек зазвучал, чтобы он кайфанул. Помимо праздников, вы же все-таки так эту историю с вокалом и не оставили. Я очень долго искала и смотрела про развитие ваше. Я, если правильно поняла, вы единственная певица в Барнауле, которая не пыталась покинуть Барнаул. Вообще, в праздники я пришла исключительно из-за песен. Я сразу же, как закончила институт, меня забрал Володя Кислов. Пригласили меня к себе в коллектив, мы уехали в Пекин. Пять лет мы сотрудничали. После, когда я поняла, 25 настало, какой-то курил рубеж, у меня было 25 лет, мне хотелось развиваться. Я начала писать свои песни. Ребята мне не поддержали, сказали, что, блин, не надо. Вот это вот где-нибудь в другом месте. Мы все-таки кавер-группа, мы будем петь кавер-песни. И я ушла. Ушла осознанно. И как-то сама по себе жизнь меня в праздники ввела. Хотя все время в институте я тоже работала в творческом объединении вместе с нами, с ребятами. Вот эти вот желтые человечки. Мария Ра звучит вокруг, зайди сюда и ты, мой друг. Эка ходили по ленинскому, это мы. Как работать в ростовой кукле и как работать на морозе по 6 часов. Прям в ростовой кукле сами стояли? Конечно. И слушайте, я всегда, когда хожу мимо ростовых кукол, мне как-то вообще невозможно жалко внутри этого человека, потому что мне кажется, что, блин, во-первых, это жарко. Это очень жарко. Просто один раз видела, как к ростовой кукле курицы подбежал мальчик и ее пнул. Слава богу, нас так не пинали, но это нелегко. Поэтому любой труд, когда мне говорят аниматор, ну что, на самом деле это труд. Вообще любая профессия это труд. Вот я тогда вернусь все-таки к вопросу, если песня для людей, то почему эти люди здесь живут? Почему вот в Барнауле вы единственная, кто не делал реальных каких-то попыток уехать отсюда? Уехать и как-то пробиться на большую сцену. Фактор А участвовала? Вот фактор А вам сказали, да? А что, я там пританцовываю, да? Что? Не, на самом деле опыт просто колоссальный. Он придет, он будет добрым, ласковым, ветер перемен. Показывают, конечно же, только маленькие отрывочки, а целиком я настолько благодарна Али Борисовне, потому что она на мне так задержалась, на меня погоняла. Она мне сказала, когда я спела на первом туре две авторские песни, и это было действительно так. Этого никто мне не говорил до нее. Она сказала, вы сейчас спели авторские песни, они очень хороши, но почему вы стесняетесь их петь? Почему у вас есть внутренний зажим? Чего вы боитесь? И в тот момент я признала себе, что так и есть. Потому что, знаете, когда тебя били по рукам, этого нельзя делать, твои песни недостаточно хороши. И так говорили мне ближайшие люди, музыканты, когда я им показывала песни свои первые. Это к сегодняшнему моменту, это побеждено? Знаете, сказать вот прям, что побеждено, это всегда процесс такой жизненный, интересный. Иногда мне кажется, что уже давно я там это все прошла, об этом не думаю, но нет. А бывают ситуации, когда я пою песню и понимаю, что я ее пела вчера, а сегодня пою совершенно иначе. Я сегодня ее по-другому чувствую, свою песню. Я открываю в ней какие-то новые грани. Мне пять лет подавала заявку в голос, мне хотелось пройти этот путь. И когда я туда приехала, прошла все это, подождала свою очередь, зашла туда, и я начала петь песню, которую не хотела петь. Я даже не планировала, я начала петь. Осенью в дождливый серый день, раскакал по городу олень. Я понимала в тот момент, что не хочу для них петь. И я стараюсь не врать себе, не врать своему телу. Но это не всегда получается, конечно, потому что есть социум, есть еще что-то, но это было такое облегчение, когда я оттуда вышла. Я выбрала творчество. Если говорить вообще о том, когда мы работали в Пекине, в поддержку нашей сборной, в Доме друзей Олимпиады, живем со всеми тут, вот, Анита Цой здесь. То есть мы жили прям со всеми ребятами. И на меня положил глаз там какая-то вторая рука, правая рука председателя Олимпийского спорта комитета. И он был очень-то мега богат. Я тогда еще не была ни замужем, в принципе, ни с кем не встречалась. Он мне предложил, вот, давай я тебя там продюсирую, ты идешь сейчас вот в Виагру, мы тебе тут закачаем губы, сделаем там тебе все. Меня так все сжало. Меня просто так все сжало. Мне так хотело забежать оттуда. И вот это вот ощущение, я тогда себя поймала, что лучше я буду в каком-нибудь там сейчас небольшом городе творить, быть свободной, кайфовать от процесса, просто от жизни, нежели я буду где-то там, в телевизоре, но вот с таким ощущением. Это не мое. Вот, кстати, про тело. Ну, я просто понимаю, что в целом, если есть такое желание, то это можно сделать и в Барнауле, и многое хорошо. Почему? Почему как-то вот, как-то вы, вас это... Ну, я же за правду, я вообще за правду, понимаете? У меня много мимических морщин, мне мои подруги говорят, иди, иди, сделай себе лоб, заколи, ты что-то ходишь. А я говорю, ну, это мои морщины, это моя жизнь. Ну, я вот за это. Все здесь. Я, например, долгое время мы не можем с мужем родить. И то есть вот эта вот защита, видимо, моего организма, когда там мы, у нас в семье там 10 лет, а есть внутренние переживания, от которых ты понимаешь, что там мои поправления, наверное, и там вот это все, это все внутренние переживания. Вот. Это вообще сложно работать с детскими историями, работать с детскими праздниками, хотеть ребенка и как-то вот так вот пока? Ну, я искренне верю и чувствую, что ребенок у меня будет. Я это правду чувствую. Просто другое дело, что, конечно же, когда ты там привыкла быть успешной, и ты являешься перфекционистом, цель поставлена, достигнута, цель поставлена, достигнута. Но когда цель поставлена и не достигнута в важном, да, когда ты понимаешь, что мужу 41, тебе там тоже не 18, и главного не случается, конечно же, блин, это трудно, это психологически трудно. А вы никогда не думали о том, что у вас настолько просто загружена жизнь, что, может быть, просто места нет для вот этого? Уходила. Я уходила, на самом деле, два последних года, я мало очень работала. Я отвечала по телефону ребятам, что мы заняты. То есть мне звонят, заказывают праздник, говорю, занята. Я уходила реально. Я даже от мужа уходила в прошлом году. То есть меня колбасило настолько, что на полгода просто сняла квартиру, уехала и сказала, все, мы разводимся. То есть это вот такой путь поиска себя. Да. Вернулись? Да. Я на самом деле не уверена вообще, как я дальше буду и не уйду ли я еще раз. Я вообще сейчас ни в чем не уверена, потому что я сейчас стараюсь слушать себя, да, какое-то такое понять, а мне-то что надо, а что происходит со мной. Понимая, что жизнь идет, должно что-то меняться. И когда у нас с мужем ничего не меняется, он в своей работе, я в своей работе, и стало очень мало каких-то соприкосновений. Мне же нужно, чтобы там обо мне как-то там позаботились. То есть я еще и нарцисс, я артист. И когда ты этого не получаешь, ввиду того, что и у него сильно загружена графика, и у себя, конечно же, ты просто остаешься сама с собой и думаешь, ну так, если не получаем, пошли искать другие варианты. Вы для себя какой нашли рецепт? Все-таки возвращение же состоялось. Я была убеждена, что когда я уйду, то есть у нас как-то так все станет понятно, то есть он будет заниматься своим делом, я своим, мы пойдем своими дорогами. И либо, у меня было два варианта, либо он будет меня очень сильно возвращать. Вы ждали, ждали, что типа вот любимая. Я думала, что он сейчас как-то включится, станет меня возвращать, уговаривать прийти домой, как-то начнет за мной ухаживать по-другому, начнется новая волна. Ничего этого не произошло. Я написала песню «Дыши». У нее было столько боли, я ее писала, просто там сутки рыдала и писала эту песню. Она у меня рождалась где-то очень глубоко, я понимала, что это вся моя боль, которую я испытывала тогда, я просто выплакала в этой песне. И даже если сердце в дребезги не раз, не потеряй ты свет своих счастливых глаз. Но я поняла для себя, что без этого человека просто не могу жить. Я понимаю, что умнее его никого нет. Он самый умный, он самый талантливый, он надежный, он самый замечательный. Я понимаю, ну что, ну, ну, воль. Короче, пошла искать что-то новое, но поняла, что лучше уже не будет. Я даже из дома не выходила. Самое интересное, что мне не хотелось, мы с ним, это было очень забавно, мы каждый вечер были с ним по скайпу. То есть я готовлю себя в квартире, он у себя, он мне рассказывает, там, как у него прошел день. То есть я поняла, что, ну, я никто не застрахован, никто не знает, как мы дальше будем жить. Но на данном этапе, наверное, нам нужно было пережить и это, чтобы понять, что пока мы еще друг другу нужны, кармически, может быть, как-то для чего-то. Но пока мы вместе. Надеюсь, что надолго. Про кармические связи. Мы, опять же, как-то успели до интервью буквально обмолвиться, то, что вы на дизайн человека в том числе и ориентируетесь. Кто вы по дизайну человека? Я проектор с профилем 1.3, мученик, исследователь. Я, на самом деле, вот к слову о предыдущей теме мужа и себя, я, когда посчитала нас с ним вместе, да, то есть там составила наши вот эти вот карты две, я поняла, что надо попробовать еще. Потому что у нас... То есть вас объединил заново дизайн человека. Ну, можно сказать, отчасти и он, потому что, когда я посмотрела, что он манифестирующий генератор, мне вообще с манифестирующими генераторами не очень легко. Мне кажется, что всем не очень легко с манифестирующими генераторами, но это мое такое ощущение, потому что они такие интересные люди, вот. И когда я посмотрела те центры, которые у нас с ним соединяются, как вообще мы с ним устроены, я решила, что я, возможно, узнала какой-то новый ключик. Я сейчас попробую там покрутить и вернусь. Вот что такое вы про себя там прочитали или узнали, что подумали, блин, да это реально так? Я прочитала, я помню, очень хорошо первый раз я про дизайн узнала в Питере, по-моему, в 2012 году. Я была на большом форуме ивентеров, и там один человек, общаясь со мной, у меня была цель. Я приехала в Петербург для того, чтобы, в Санкт-Петербург, для того, чтобы спеть песню авторскую на этом мероприятии. Это было нереально, и мне все запрещали это сделать. И выходит Дориак Бигбаева, значит, на сцену и говорит, вы всегда должны ловить момент, прямо сейчас, прямо здесь. Я поднимаю руку и говорю, дайте мне этот момент сейчас здесь. Я выхожу на сцену и пою там на многотысячную аудиторию эту песню. И там я помню, Гоша мне говорит, слушай, кто ты по дизайну, это же нереально, мне просто интересно. И тогда в первый раз я об этом узнала, думаю, что-то интересное, надо просто почитать. Чуть-чуть тогда почитала, меня не торкнуло так, как позже. А после я прочитала, что кто такие проекторы? Это люди, которым архиважно, чтобы им доверяли, чтобы их приглашали. И я понимаю, что это действительно так. Когда меня приглашают и мне доверяют, у меня вырастают крылья, и я становлюсь сверхчеловеком. Это обо мне. И дальше, когда я стала читать про свой энергетический тип, про свои там вороцы и канальчики, про все то, что я там разобралась, я поняла, что все настолько обо мне. И настолько мне даже стало интересно знакомиться с этой стороны, с собой. И я ничего не нашла того, что меня бы, ну, смутило, так скажем. Что вы там, я не знаю, изменили или добавили, или на что сделали акцент после того, как это все стало для вас как бы уже понятно? Я стала стратегически с манифесторами. Я стала информировать манифесторов, стараться проговаривать с ними все. С генераторами я, конечно же, просчитала весь свой круг людей, всю свою семью, всех своих ребят. И я просто понимаю, что энергетически это действительно так устроено. Это просто такой для меня эксперимент. Я вижу, как отличаются даже дети проектора от генераторов. Они отличаются. Я вспомню себя ребенком. Я отличалась от других детей. Энергетически мы другие. У нас не столько энергии, как у генераторов. И поэтому я стараюсь уходить с мероприятий, когда я понимаю, что у меня нет на это сил больше. Я всегда это чувствовала. Но сейчас я просто понимаю это еще и, ну, теоретически, что если ты это чувствуешь, нужно убегать. У тебя нет сил больше, да, там. Я ни в коем случае стараюсь своим ребятам, у которых нет отклика у генераторов, я говорю, не надо, нет отклика, не начинай. То есть я просто ввела какие-то свои во взаимоотношениях с супругом, с мамой. У меня мама тоже проектор, и сестра проектор. Я просто понимаю, насколько важно и насколько сложно проекторам, потому что их легко обесценить. Им так кажется, да. У нас сейчас вообще мир обесценивания. Что-то как-то недохвалил проектор, не сказал ему спасибо за вкусный завтрак, и он испытывает горечь. Как с вами сложно. То есть, например, для меня очень важно искренне, причем и проекторы, это те люди, которые просто зашли в пространство и считали. Их невозможно обмануть. То есть проектор считал информацию, он уже знает. И проектор, на самом деле, у меня подружки, они говорят, Оль, как чувствуешь, скажи, что ты по этому поводу считаешь. И я говорю точно в цель, потому что у меня спросили. Я не знаю, как это рождается, но я вот говорю. Но вы же руководитель, поэтому у вас есть широкое поле. Было такое, что пришел к вам человек, а вы его посчитали, а он какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь вот этот, эктор. И вы так, извините, вы нам не подходите. Ну, если честно, я вообще считаю, что все, кто к тебе приходят, это вселенная Богом данные люди. Нужно понять, с какой миссией он пришел или что ты для этого человека должна сделать. Даже когда тебе кажется, что он совсем безнадежный, я очень внимательно смотрю на этого человека и пытаюсь понять, что ж ты мне принес. Что ты хочешь? Безнадежный мой, да? Что я могу для тебя сделать? Вы сказали, что вы для себя стратегию какую-то разработали. Вот что это за стратегия? Какой такой долгоиграющий план, чтобы когда Ольга Суховеева стала уже такой дряхлой, она поняла, блин, я по-проекторски так круто жизнь прожила вообще, молодец. Ну, а сейчас план жить долго и счастливо, и гармонично. И слушать тебя, если ты понимаешь, что, то есть я сейчас, приходит ко мне заказчик, я смотрю на него, и я наконец-то научилась говорить нет. Говорить нет. Если я понимаю, что я не могу, не хочу, я не сделаю этому человеку праздник хороший или не сделаю этого человека счастливым, я ему говорю нет. Вот я надеюсь, что я буду дальше учиться этому, говорить нет и делать счастливее с каждым днем себя и своих родных. И не знаю, чем я дальше буду заниматься, петь, стричь, красить людей. Важно, чтобы я получала удовольствие и люди, которые рядом со мной были счастливы. То есть вы не исключаете возможности как-то кардинально жизни поменять? Нет. Я знаю, что я буду всегда петь, я знаю, что я всегда буду писать песни и делать то, что мне нравится. Ну, я почему это спрашиваю? Потому что я знаю, что есть люди, которые, например, нащупали какую-то штуку, которая им приносит доход хороший. И очень сложно из этого вырваться. Я это прекрасно понимаю, потому что человек, когда он привыкает к определенному образу жизни, ну, любые перемены, они несут кризис. И этот кризис обычно там как-то отбрасывает, откатывает и там в финансовом смысле тоже. На самом деле я сейчас в том состоянии, когда мне не страшно начать все с нуля. Не страшно. Вот я сдусь ей вопрос, вот я сегодня пришла, и у меня ничего нет. Вот ничего. Вот у меня, то есть нет агентства, нет группы, есть только я. Что вообще, что я испытываю? Я испытываю кайф от того, что есть я. Вот и все.